Добрый вечер. Это послесловие к новостям. Я приветствую всех, кто к нам присоединился. Дорогие друзья, с большим удовольствием представляю вам актера театра и кино, режиссера, народного артиста России, художественного руководителя Московского губернского театра Сергея Безрукова. Сергей, добрый вечер. К большому сожалению, у нас не очень много времени, но мне хотелось бы о двух спектаклях ваших поговорить. Это «Хулиган. Исповедь» и «Высоцкий. Рождение легенды». «Хулиган» идет уже достаточно давно. «Высоцкий» это грядущая премьера. Но давайте начнем с «Хулигана», потому что вы приехали сейчас в Екатеринбург. Знаете, но я все равно не могу здесь разделить, потому что, прочитав аннотации, как минимум, к этим спектаклям, тема «Хулигана», как таковая, она меня не покидает и в том случае, и в том случае. Это ведь не случайно? «Есенин» и «Высоцкий». «Хулиган», наверное, не в том понимании, что делать какие-то плохие поступки, разбить окно или еще что-нибудь в этом духе. Все-таки «Хулиган» — это понятие, наверное, свободы, внутренней свободы, когда ты сам выражаешься и абсолютно свободен в том, что ты делаешь. Вот это, наверное, самое важное, потому что их как раз и отличается, что они жили, горели, и их высказывания, песни или это стихи, то это была такая абсолютно такая открытая, абсолютно такая жизненная позиция, искренняя позиция в жизни, очень ярко, очень мощно. То есть жизнь они пили большими глотками. В связи с этим цитата ваша, которая меня зацепила, в России очень любят людей, которые ходят по краю. Ну, я так понимаю, к тому и другому. Отчаянных любят, смелых любят, таких бешабашных любят. Вот такие герои, просто у нас все русские национальные герои, они как раз, мне кажется, похожи своими характерами. Вот такие вот отчаянные, такие вот смелые, такие вот лидеры, те, за которыми пойдут люди, народ пойдет. Вот такие вот. Для вас лично же тоже получается, что это не случайные герои? А Сергей Безруков — это человек, который ходит по краю? Я думаю, что мы допустим. Хорошо, мы будем говорить про героев, которые посещали сыграть. «Хулиганы и спорят» действительно, это спектакль, который идет с 2008 года. Была питерская версия, на самом деле она родилась из презентации моего диска. Я записал песни на стихи Есенина, это мои авторские песни на стихи Сергея Александровича Есенина. И захотелось сделать из этого спектакль. То есть сначала это была презентация в Театре Комиссаржевске в Питере, и потом возникла идея сделать из этого спектакль. То есть взять профессиональных музыкантов, эти песни уже петь под настоящий оркестр, и взять кордебалет профессиональных танцоров. И в результате этот спектакль, который уже идет с 2008 года, уже довольно приличное количество лет. Мы были и в Америке, и в Европе мы ездили с одним спектаклем, и принимают везде. Ну, ура, может быть, потому что форма, которую я избрал, она такая, очень такая яркая. Это спектакль-концерт «Хулиганы и спорят» — это Сергей Есенин, как главный герой, который выходит на сцену и с помощью своих стихов и песен начинает исповедоваться перед зрителем. Это, так сказать, говоря очень просто. То есть Есенин, который сначала отвечает на вопросы из зрительного зала, а потом говорит, я лекции читать не умею, я умножить стихи прочту. И начинает читать стихи и петь песни на свои стихи. И в результате я выстраивал вопросы из композиций таким образом, что от лирических, тонких, нежных стихов о любви, о родине, постепенно, постепенно к Москве Кабацкой и вплоть до «Черного человека» и к композиции гибели поэта, пластической композиции, так очень интересно поставил у нас Антон Крамер, поставил балетную композицию на тему убийства Есенина. И финал, финальная песня, и все то, что произошло перед нашими глазами за два часа, практически пронеслась в жизни Есенина. То есть в своих стихах, как он сам говорил в автобиографии, да, все остальное в моих стихах. То есть в стихах все есть. Есенин жил настолько ярко и настолько искренне, выражал ты в своих собственных стихах, не просто придумал некий образ, потому что поэт иногда придумывает образ в стихах, который совершенно отличный от того, что происходит в жизни. Есенин, на самом деле, как чувствовал, так и писал. То, что происходило в его душе, все это было в его произведениях. Поэтому это и является той самой исповедью. И за два часа проносится практически вот все, что мы знаем, Есенин, что мы, может быть, знали что-то, может быть, по-новому для себя открываем. В творчестве великого русского поэта. За два часа, без антракта, два часа. Проходит настолько стремительно, что люди даже не замечают, как пролетели два часа. Ну да, наверное, невозможно разделить, да. Много говорить об этом спектакле не буду, потому что я уже много раз приезжал в Екатеринбург с этим спектаклем. И у меня каждый раз, я даже иногда сам себя спрашиваю, когда же наконец-то зрители, все зрители посмотрят этот спектакль. Оказывается, что сколько вот катаюсь по стране, каждый раз полный зал. Не потому, что каким-то образом польстить себя как режиссер и как актер. Может быть, сама тема, и Есенин, конечно, он настолько актуален и настолько любим народом, что, по-моему, это тема вечная. И спектакль я играю, и не перестаю его играть, хотя трачусь каждый раз, выхожу на сцену, и два часа каждый раз просто на износ, и люди удивляются, вот подряд, допустим, играть в спектакле, как можно восстанавливаться, как быстро я восстанавливаюсь. Каждый раз, вот сколько хватает сил, столько отдаю себе на сцену. Другое дело, что долго подходил к спектаклю «Высоцкие рождения» Да, давайте тогда про грядущую премьеру. Ну, грядущая здесь, в Екатеринбурге, потому что она состоится осенью, 23-24 октября. Здесь, в Екатеринбурге, это огромнейший спектакль, 80 человек, губернаторский оркестр, огромная большая пластинка на сцене, которую я придумал, большая пластинка «Высоцкого». Оркестр, экран, огромное количество артистов Московского, губерненского театра, которых я задействовал в этой постановке, молодые артисты старшего поколения, которым для ее возможности почитать и попеть «Высоцкого», но долго подступал к этой теме, потому что не хотелось сделать банальный концерт, каких очень много. Не хотелось повторения своей колеи, в которой я каждый раз принимаю участие, каждый год. А уж тем более, что следующий год у нас юбилейный, 80 лет с дня рождения, Владимира Семеновича Высоцкого. А что тогда тем нервом является? Я, честно могу сказать, долго подступался, долго решал, долго придумал в голове этот спектакль. И вы знаете, у меня возникла идея собрать все мифы и легенды о Высоцком. «Высоцкий рождение легенды» – это мифы и легенды об этой легендарной личности, потому что все-таки легенда складывается как раз из каких-то воспоминаний, из какого-то мнения, кто-то что-то рассказал, я не знаю, даже воспоминания самого Высоцкого. В этом месте самой фантазии здесь есть? То есть что такое легенда? Здесь, честно говоря, я попытался разобраться, в чем же все-таки поэтическое, из чего складывается поэтическое слово. Высоцкий разный, Высоцкий практически появляется каждый раз новый, разный, и для меня это было важно. Есть Любимов, вдруг у нас не появляется Любимов, есть Таганка, у меня артисты вдруг создают атмосферу Таганки, когда они выходят в бескозырках, в тельняшках, и создают атмосферу Таганки, в которой творил и в котором были великие роли Владимира Семеновича Высоцкого, той самой старой Таганки. Из всего этого и складывается образ Владимира Семеновича Высоцкого. Вот такое рождение легенды я придумал, мне показалось, что вот такая форма такого спектакля, такого, можно так сказать, шоу, шоу действительно, такое театрализованное шоу, мне кажется, сейчас, в юбилейный год грядущий, мне кажется, дает очень много для представлений о том, кто такой Высоцкий и как рождалось то самое гениальное поэтическое слово. Ну что ж, мы вас ждем в октябре. Так что, приходите, это действительно очень необычно, и это очень сильное впечатление. Мы играем, просто почитайте его. Спасибо огромное, удачи вам и успехов. Я напоминаю, что на студии сегодня был народный артист Трасти, Сергей Безруков. Спасибо и до новых встреч в Екатеринбурге. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!